МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы в прямом эфире. Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами на «Влияние». Я снова сегодня не один. Я вчера делал анонсировку, что мы продолжаем нашу встречу, наш эфир с пастором Василием Пархатюком, церковь «Good News Church», город Паска, знаменитый Трай-Сити. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. А также «Hungry Generation». Это наш псевдоним. Псевдоним, да. Вас больше знают по «Hungry Generation». Да, официально. Снова «Welcome back», пастор Василий. Спасибо. И мы чуть-чуть пройдемся по тем вопросам, о чем мы говорили в прошлый раз. Почему? Потому что, возможно, ряд из вас, друзья, не смотрели прошлые программы. Вы много потеряли. Посмотрите это где-то в архиве. Итак, служение в вашей церкви развивается. То есть, Бог благословляет. Да. И ты налаживаешь отношения с африканцами. Мы говорили вчера, почему с африканцами. Ну, так сложилось. Кто-то с корейцами, кто-то с украинцами. У вас, так сказать, появилось такое тесное общение с африканцами, с братьями, служителями. Ты оттуда возвратился. Ну, мы не только смотрим на африканцев. Ну, и тоже, в том числе, я посещал Корею, Юнгичо. Там целую неделю был. Был на горе Молитвиной, был в этих пещерах, был, значит, на их ячейках, их домах, как они ячейки ведут. Смотрел, как церковь двигается в семь потоков, как они умеют это все красиво сделать, организованно. Люди каются, церковь растет. Мы вот эту административную, такую соломоновскую структуру славную, мы пристально смотрим на Корею. Но что касается вот людей, которые имеют такие вот экстренные нужды, исцеление, освобождение. А в Корее, где служение длится полтора часа, всем потоком за один день, там практически нет времени послужить тысячи-тысячи людей, послужить вот индивидуально людям. И вот в Корее это не так вот заметно, сверхъестественно, как в Африке. Потому мы смотрим и на одно, и на другое. Но для Америки вот структура, организованность, менеджмент – это не новые вещи. В Америке привыкла быть организованной, наши церкви, служения в целом, все по скеджулу. Но вот в Америке не хватает вот сверхъестественного манифестации, проявлений веры в сверхъестественную. Хотя оно было. Было. В свое время оно было, но оно утеряно, к сожалению. Где-то тоже есть сейчас, но… Там и сям, но в таких массовых, как мы говорим, массовых проявлениях, массовых движениях, то, что еще имеет место на африканском континенте. И вот оно практически, вот, часы, служение длится 8, 9, 10 часов. И вот люди стоят, и вот прошлый крусейд, который у нас был, мы были удивлены. Вот 7-8 часов служения, люди, американцы, никто не рассудится, ждут, смотрят. Это свежее, это интеллект, интеллектуальность имеет потолок. Конечно, а духовность – это безграничность. Ну вот скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ты видишь ли интерес со стороны американцев к повышенным таким духовным проявлениям из-за того, что есть нужда у них в исцелении, в освобождении? Или действительно это жажда по Богу? Ну, каждый человек, если мы возьмем, разницы нет. Советский бывший союз, 70 лет Бог, духовность, религия, вера отрицалась. И как будто вот так в одну ночь, казалось бы, все было покончено, но это далеко не так. И вдруг, как только занавесь упала, люди обратились к Богу. Разницы нет, где люди в Америке или где. Жажда по духовности, по Богу всегда присутствует. Это потушить практически невозможно. Потому, если церковь не демонстрирует этого, то где-то в извращенном виде Голливуд, оккультизм, другие сферы, нью-эйдж, сатанизм. И самое вот... Они будут восполнять. Не пристойно. Они будут восполнять. Восполнять вот эту нишу. Пастор Василий, вот как раз перед эфиром, начался эфир, кстати, начался программа «Влияние», и был этот ролик одного из ваших служений. Прокомментируй, пожалуйста. Это было на прошлом Круссейде. Это один из десятков, из сотен исцелений. Женщина, которая родилась, дальтоник, она только в двух цветах видела мир. Она никогда не знала, в что она одета, правильные ли носки, какая мебель в доме, какой цвет машины. Она имеет кучу тикетов на красный свет. Она никогда в жизни этого не знала, что это такое. И вот во время этого Круссейда она получила исцеление. И главное, что она увидела цвета, она мгновенно увидела цвета и начала знать, какой цвет это. Она вот в мозгах слышала голубой, желтый, красный, но она не знала, что это. Когда она получила исцеление, сверхъестественно включились и зрение, и мозги. Интересно. Жив Господь. То есть здесь я у нас, здесь не то, что было подстроено. Это все документы, у нее лайнс, что она дальтоник, она родилась. Видишь. Жив Господь. 58 лет. Жив Господь. Да. То есть если Бог даст ей жизнь, последние 20-30 еще лет жизни, пусть и 100 живет, но она уже будет полноценным человеком. Она видит мир. Она видит мир в красках. И мы сделаем анонсировку, пастор Василий, вот мы углубимся в тему, но снова же будет очередной крусейд, это конференция, как вы называете. Это будет в мае месяце. Да. 12, 13, 14 мая, это будет снято, снимается большой зал на 6000 мест. Мы не знаем, сколько людей сможем ли мы запомнить это помещение, но мы уверены, что картинка, события, вещи, которые будут происходить там, будут уникальные. Мы приглашаем, кто больной человек, кто болеет, имейте веру. Медицина стоит дорого. Страдания, боли и болезнь, которые унижают, это непримиримое состояние. Если вы можете приехать, приедьте. Если не можете, просто включайтесь, будет прямая трансляция на... Анонсируй, пожалуйста. Будет hungrygeneration.net. Hungrygeneration.net. Выходите на веб-сайт, находите всю информацию. Лучше воспользоваться. А может, все-таки вы получите исцеление и освобождение от демонов. Написано, сказала, сама в себе, хотя бы прикоснусь к краю одежды, сама в себе. Просто сотни, сотни людей будут исцелены. И это... Мы не поднимаем исцеление над спасением, мы делаем это служение, чтобы проповедовать Евангелие о спасении, но исцеление просто это уже проверено долгим периодом. Тем более мы понимаем и мы исповедуем. Это практическое наше служение, как пятидесятников, наверное, и баптистов, и харизматиков, и математиков, кого хочешь. Мы практически принимаем такой вид служения, потому что это принадлежит церкви. Это принадлежит церкви. То есть это нормально, это естественно. Я тоже так понимаю. Мы всех хочем здоровья, не через медицину, через Бога. Это желание, которое Бог заложил в нас, противостоять боли, страданиям, болезням. Это Божья воля, чтобы мы были здоровы. А кого Бог исцелит, это уже Его прорегативы. И ты не отвечаешь за то, что Господь делает. Он суверенный Бог. Мы все просим у Бога и на руки докторов, и непосредственно Божьего вторжения. И это Божья воля. Здорово. Пастор Василий, смотри. Вы это делаете неоднократно уже. То есть это еще трендом не пошло. Но из года в год вы планируете такие annual, ежегодные конференции делать. Требует средств. И немалых средств. Да, это требует средств. Это правда. Ну, а как вы двигаетесь? Чисто по благодати нельзя без средств двигаться? Но никогда это в истории Евангелия, Царства Божьего, Нового Завета и Ветхого Завета само по себе не делалось, не делается и делаться не будет. За это всегда платилась большая цена, выражена в разных формах, в жертвах, приношениях, выражалась в финансах. То, что дорого сердцу, чем мы много ценим, его нужно было приносить в жертву. Почему Бог установил жертву? Я задаю вопрос не из-за того, что я не знаю, а из-за того, почему Бог все-таки установил жертву. Надо что-то отдать, чтобы потом принять. Это же принцип жертвы. Хвохт показывает то, что есть вещи, которыми мы ценим, ради чего мы работаем, что нам дорого. И отношение с Богом – это не просто слова, сказанные. Если слова, подкрепленные жертвой, то, что мы ценим, и мы приносим его Богу, показывая, вот то, что мы у тебя просим, это на уровне, вот то, что мы тебе даем. И это было через всю историю Ветхого Завета, когда Авраам, Аврааму было обещано потомство, и это было Божье обетование. Но Бог хотел увидеть, насколько Авраам заинтересован, насколько он хочет это. И Бог говорит, вот сына твоего принеси в жертву, чтобы увидеть Богу Авраама, насколько он привязан к Богу, доверяет, насколько он хочет этого от Бога. И когда Авраам был согласен принести эту жертву, Бог сказал, я вижу, это правда, что твое сердце ко мне привязано, вот ты отдаешь твоего сына. И тогда, когда Яков как будто был рожден злодеем, и обманщиком, и неблагонадежным, то вот жертва, которая была принесена до этого Авраама, она переименовала этого человека на Израиль. Потому в жизни, в роду, в наших детях, в нашем семье могут приходить разные вещи. Но когда приносится жертва, Давид, благословляться в тебе, я благословлю твоих детей, на твоем престоле будут сидеть цари. Потому жертва имеет большое значение перед Богом. И благодаря тому, что сделал Авраам, патриарх, Бог называется Богом Авраама, Исаака, Якова. И в тебе благословляться все племена земные. А в Новом Завете это может быть Бог Василия, это Бог Юрия, это Бог Тани, Мани Вани. Да. То есть, и это благодаря тому, что Авраам сделал, верно? И если взять, допустим, Моисея, мать Моисея, она принесла в жертву, это был риск. И сына отдать. Да. Сына отдать. Не зная, не зная куда. Она, значит, и следующее то, что был явно поставлен указ фараона, что все мальчики должны быть уничтожены. И она написана, не убоявшись. Царского повеления. Повеления. Это тоже была сильная угроза, но она принесла все это в жертву. И впоследствии мы видим большого освободителя. Через всю, если взять мать Самуила, я принесу его в жертву. Когда Бог увидел, что она дает обет Богу, принеси жертву. Это скормить ребенка, только отнять от груди. И отнести в храм. Да, и отдать его. На все дни там написано. Не зная, что будет. Мы сейчас видим, что это пророк. Ну, для нее в то время, может, это был бы мальчик, как Евну. И когда Бог увидел это решение сердца, что она так молится, и Бог ответил. Потому, потому через все времена, апостольские времена, Евангелие, Царство Божьего требовало больших жертв. Как и по сегодняшний день. Мы знаем, что каждый год десятки тысяч людей вокруг мира, христиан, которые платят большую цену за Евангелие. Вот кто-то из наших зрителей задается вопросом во свете нашей беседы сегодня и говорит, я пожертвовал Богу своей жизнью. Что вы еще от меня хотите, кроме нашей жизни, нашего времени, нашего посвящения? О каких жертвах мы еще говорим? Разве недостаточно Богу моего времени, который я временами ему уделяю? Что-то еще надо? Мы благодарны Богу за то, что Он нас спас, и это Он пожертвовал нам много. Наше спасение избавляет нас от сигарет, наркотиков, многих-многих-многих проблем. Это большая благодать и финансы в наш карман. Потому, имея такую жизнь, мы призванным Богом, написано, молитесь, да придет твое царство, и да будет твоя воля на земле, как она есть на небе. Вот это царство поручено нам в этом царстве тьмы, его восстанавливать, его строить, его распространять, потому что царство тьмы, Содомия, Содом и Гамора, культура смерти в наших школах, в наших колледжах, на наших улицах, это Содом приходит. Потому, противостоять этому, мы должны выйти, мы должны не просто прийти в церковь на два часа, два раза в неделю, а мы должны вынести Евангелие из церковных стен, вооружить наших детей, наши семьи, мероприятия, программы, чтобы Евангелие, оно стало спасающим для людей. Чтобы оно перешло из области теории в область практики. Да, и для этого нужны нужные жертвы. То есть, мы, тогда мы, тогда мы интерпретируем, сейчас мы перешли уже к практической стороне, то есть финансы необходимы. Вот на Крусейд вас, наверное, тысяч 30-40 больше. Ну, больше. Мы только 21 тысячу платим за одну аппаратуру звуковую. Понятно. Это большие деньги. Это не считается арендой, не считается многих вот рекламных, это будет идти около 100 тысяч долларов. Это большие финансы. Это большие финансы, да. И мы это делаем, чтобы молодые люди, наши молодые служители, люди, которые приедут, могли прочувствовать себя, что христиане должны приходить на каждый уровень нашего общества, на любую платформу политическую, бизнес, социальную, где только платформа существует, туда, чтобы пришла спортивная армия, где только не, чтобы приходила туда Евангелие. Если мы туда не ступим своей ногой, мы его никогда не освоим. И святое место пусто не бывает. Другие возьмут. Обязательно. Там возобладают положение, что уже молиться во имя Иисуса в армии уже это запрещено. Ты можешь как-то Богу молиться, но имя Иисуса ты не применять. Ты не применять. То же самое в школе. Вот. То же самое в школе. Потому мы не придем, там другие возьмут. Будет то время, что мы провожаем нашего мальчика, сына в школу, он придет, скажет, папа, я уже сегодня не мальчик, а девочка. Почему? Потому что там культура Содома. Потому... Прошу прощения. Вот это к слову. На прошлой неделе это было в новостях. В христианских новостях это ярко выражено было. Так вот, ребенку 11 лет. Мальчику. Значит, он заходит в свою раздевалку, видит сзади противоположного пола девочки раздеваются. Нормальный, здравый. Это было в штате Каролина. Это сейчас нашумевшая история будет. Мальчик, здравомыслящий мальчик, который взращен, знаешь, родителями, у которых все на своем месте в голове. А не каша, а не винегрет. Так вот, он вскричал и говорит, что ты здесь делаешь. Она ему отвечает, что это... Что наш учитель, титчер, сказал, что я могу вместе раздеваться. Он побежал к принципу. Ребенок мудрый. Говорит, что так и так в нашей юношеской детской раздевалке, мальчишек, девчонки заходят и раздеваются вместе с нами. А он говорит, а ты должен привыкать к этому. Ребенок на мобильник звонит, папа, мама. Ну, здравый ребенок, американец, нормальный ребенок. Звонит, папа, мама, говорит, не знаю, что происходит. Говорит, вы нас учили не так, но начали девочки с мальчиками раздеваться в школе. Родители пригнались через 10 минут к принципу. Он посадил их и говорит, значит, да, мы начали учить детей наших, и мальчиков, и девочек, что это все естественно. Они должны к этому привыкать. Если вас не устраивает моя школа, говорит, идите в частную школу, где учат по-другому. Вот это культура смерти. Вот эта территория осваивается, не будем усваивать, захватывать, устанавливать культуру святости, праведности. Целомудрые христиане, места свято пусто не будет. Оно будет занято. Поврежденного ума какой-то принципа в какой-то школе от себя чину внедряет. Слава Богу за таких мальчиков. Слава Богу за таких мальчиков. Их таких много есть. Но если, как ты говоришь, если мы не будем что-то делать, и то, что ты делаешь, акцентируя внимание на детей и на молодежь, на молодое поколение. Я вчера об этом тебе говорил, не к тому, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, но это к чести, это к чести. Потому что в основном, по большому счету, я служу в церквах, бываю. Вот мы нашего возраста и до 80 мы сидим все со служителями на сцене, на сцене, в ряде церквей. Это констатация факта. Молодежь где-то на задворках, то на мобильниках, то на смсках кто-то. А мы-то важно восседаем на сцене. И таким блаженным взглядом мы обводим присутствующих в зале, как начальники и старейшины. Хотя я всегда с уважением отношусь к служителям, которые дают место молодому поколению. Не бояться за насиженное место. Смотри, вот в следующем клипе, который мы будем иметь, я думаю, через несколько минут, это изгнание демонов. Изгнание демонов, что будет, ну, очень много на этом Крусейде, важно апостол Павел говорит, что нам не безызвестны замыслы, умыслы сатанинские. Он говорит не просто о делах сатанинских, он говорит, что мы должны знать, как дьявол мыслит, его стратегии, кто он в натуре, что это личность. В изгнании бесов, когда демоны говорят, сдают информацию, когда демоны раскрывают карты, когда демоны открывают свою пошлую натуру, зритель смотрит и говорит, слушай, это не сказки. Это реально. Это реально, это личности. Это личности, которые приклеиваются к сознанию человека, и человек не может разобраться. Это он мыслит так, он принимает, что это он так мыслит. Что он так мыслит, он так оценивает, он так желает, он этого хочет, а на самом деле он мыслит не своими мыслями. От него как лепку возьми, отлепи вот эту личность, и человек проснулся. Потому вот эта лепка, вот эта личность невидимая, она когда начинает говорить, то она просто говорит, я хочу убить, я хочу украсть, я хочу разрушить. И без стеснения, это в духовном мире развернутый разговор. Это не подлоги, это не политика. Это ты встречаешь ту реальность, которая есть вечная. Потому в церкви, где нет изглания бесов, это очень большая часть реальности закрыта. Это очень большая часть реальности закрыта. Смотри, тебе оппонент сегодня возразит. Несколько минут, сейчас мы уйдем на свидетельство следующего характера. Тебе оппонент возразит, в церкви нет места для бесов, потому что там все святые и праведные, и посаженные на небесах. Что ты на это скажешь? Если есть грех, есть место всякому греху. Как это так, что нету бесов? Тогда, когда Христос говорит, бесов изгоняйте. Если это изгонять из неверующих, что ли, если это так, то сегодня психбольницы полных людей. И, пожалуйста, идите и изгоняйте из людей неверующих. Но нигде этого не поручено. Это мы человека, который имеет демона, мы сначала приводим ему, чтобы он принял Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос ему поможет. Если человек не согласен на освобождение от демона, то мы не имеем права за него и молиться. Есть люди, которые хотят демона, как ты можешь за него молиться? Есть люди, которые постятся, чтобы иметь больше нечистых сил. Потому что если сказано о бесов изгоняйте, то греха встает все большее, а что демонов меньше, это неправильно. То есть, даже с учетом того, что человек может быть десятки лет в церковь ходить, посещать, он не обязательно может быть одержим дьяволом, но он может быть под воздействием, атакован. Он может иметь демонов. Демонов, братья и сестры, если вы никогда не были в духовных собраниях, где Дух Святой приходит, демонов не надо искать. Надо искать Духа Святого. Когда приходит огонь, они кричат. Мы сейчас уйдем на паузу, и мы продолжим эту очень интересную тему. Пастор Василий Пархатюк из Пасха, из Вашингтона с нами в эфире. Оставайтесь, следующее свидетельство. Ну, хорошо. Ну, нормально. Как раз подвели к этому. Это... Это же в прошлом году, который был. Да, да. Окей. Это, пожалуйста, проблема семейная. Вот, разрушается семья. И люди не знают. Консультанты, что только, лепят в кучу. А оно ничего не клеится, потому что, если не отклеишь вот эту лепку, которая прилепилась, и человек расстраивается. Человек не нервничает. Все. А это делает не он. Да. Это как имена для меня африканские, это темный лес. Как снова... Джон Чи. Джон Чи. Ты уже строчишь как из пулемета ими 20 секунд. Джон Чи. Джон Чи. Ага. Это американка, да? Эфиран. Мексикан. Мексикан. Спасибо, что вы с нами на «Импакте». Мы продолжаем эфир. Итак, пастор Василий, это было в том прошлом круседе, который был в вашем городе? Много подобных случаев, очень сотни, сотни подобных случаев. Этот человек известен в духовном мире. Он идет... Сам он... Он баптист. Ну да, так как и многие из нас баптисты. Он очень... Он классический человек, как Белигрень. Только что вот Белигрень постоянно проповедовал о кресте и крови Христа. И спасении, да. Вот. А он очень спокойный, уравновешенный человек. Но когда он идет просто... Он не молится. Он постится и молится до служения. Я вот был у него. Он просто проводит ночью молитвы. Я был у него в доме. Вот. И когда он идет вот по линии, линия выстраивается, то доходя до человека, уже демоны кричат. И это правильно нашим людям знать, видеть. Если, по крайней мере, не ими, то хотя бы там присутствовать. Потому что это в человеке рождает, это рождает, просвещает реальность. Слушайте, мы не только тело. Есть духовный мир. И то, что демоны говорят, оказывается, что места из Библии, те случаи, которые мы читаем, не обращая внимания, пропуская. Демоны в духовном мире, они боятся Евангелия, Слово Божье. Потому что это остепеняет, это остепеняет. Друзья, если мы лишены духовности, мы стоим плотскими людьми. Евангелие духовное, оно остепеняет, приводит человека христианом в чувство, приводит страх Божий, чтобы ходить в святости. Потому что за каждым грехом стоит дьявол. Даже Адам и Ева не могли согрешить без дьявола. Вот, пастор Василий, ты поднял настолько интересную тему, глубокую тему. Постулат. Всемирно известный постулат американский. Спасен единожды, спасен навеки. Как мы, как евангельские христиане, подходим к этому. То есть, если человек рожден свыше, но при этом, наверное, в святости не ходит. Такой шалтай-болтай христианин. Если перспектива хорошая для демонов, войти в этого человека, или он единожды был спасен, спасен навеки. Михалыч, ты затронул очень глубокую тему. И это богословские, я очень люблю богословие. И лучшее место, где я нахожу, это дебаты, публичные дебаты. Значит, кальвинист, арианство, спасенный раз навсегда, католики, православные, баптисты, писядники, мусульмане, протестанты. Я прослушал сотни. Это богословы на высоком уровне. Потому в этой короткой передаче мы не можем углубиться. Мы не можем углубиться, но я затронул сейчас одну библейскую эпизоду. Апостол Павел говорит, что да, нам не в плоть. Жало сатаны. Ангел, ангел сатаны, который удручал его. Я понимаю, в харизматическом мире апостол Павел приподнят на такую высокую планку святости, что почти что не человек. Но он был человек. И эта иголка, этот ангел, посланник сатаны, он не был от него на километр, или полкилометра, или метр, или на его теле. Апостол Павел говорит, что он был в его теле. Жало в плоть. В плоть. Не на плоти, а в плоти. Это был ангел сатаны. Друзья, вы можете не обращать на то, что я говорю. Это мое мнение. Оно может быть неправильное. Этот ангел сатаны, кто он был, был не божий ангел. И апостол Павел хотел его избавиться. Если бы он был божий ангел, то мы все хотим, чтобы нам... Он говорил, трижды я молил. Трижды молил. Но имея этого ангела сатаны, это жало в плоть, апостол Павел написал большую часть Нового Завета и открыл множество церквей. Я хочу разделять тело, душу и дух как разные субстанции. И то, что демон или ангел сатаны может быть в нашем теле и удручать нас. И это правильно молиться, просить Бога, чтобы он избавил. И изгнать, как Христос говорит, бесов изгонять. Да. Я не хочу называть этого ангела для публично апостола Павла бесом. Мы называем ее, как написано, ангел сатаны. Хотя я имею свою точку зрения на этот счет. Потому быть лишенным сознания и иметь демона в жизни, в теле, это не одно и то же состояние. Потому что Христос, когда освободил женщину, говорит, это дочь Авраама. Он назвал ее, кстати, дочерью Авраама. И демоны в ней были. Но, как апостол Павел хотел от этого избавиться, потому что это может быть и разный уровень мучения, то это правильно. И нам это поручено. Потому апостол Павел говорит, человека, который согрешил таким-таким-то грехом, я готов и прийти предать тело сатане вознемождение, чтобы был спасен. Хорошо. А если кто-то из нас сегодня, встречающихся с тобой, со мной в эфире, они говорят, моя болезнь – это ангел сатаны, дабы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Что ты на это скажешь? Ну, если ему это открыто, то почему нормально? Может, не молиться за исцеление, да? Я думаю, что если не молиться за исцеление, то и к доктору не иди. Потому что молиться за исцеление – это нормальное состояние человека просить. Даже апостолу Павлу Босс сказал, и то все равно он как-то… А Яков говорит, болен ли кто из вас? Да. Позовите пресвятеров. Да. То, что касается спасенной и однажды спасенной навсегда, как и кальвинизм, и как и это, это очень глубокие веками конфликтирующие понятия, которые, наверное, и не придут к единому знаменателю. Это очень высокая математика. Что касается меня, меня персонально я углубляюсь в эти понятия очень глубоко, но проповедую Евангелие, вот простое, Евангелие разбойнику на Христе. Он просто принял Иисуса и был спасен. Ты знаешь, действительно, пастор Василий, разве не есть те моменты, объединяющие нас? Да. Даже разные динаминации. Да. Не отходя от истины, имея какой-то неоднозначный и неодинаковый взгляд на второстепенные вещи, мы же можем совместно проповедовать Евангелие. На то, что общее. В силе и в духе. Да. Совершенно верно. Вот смотри, меня однажды, не так давно, произошел не спор, но беседа. И человек начал мне доказывать, мы были в одной среде, что начал доказывать мне о том, что когда умирает человек, то его душа пока покоится на какое-то время. Я говорю, на сколько? Ну, может, тысяча, может, три тысячи лет. Я говорю, откуда ты это взял? Ну, так вот, наша динаминация, он, так сказать, в смежной динаминации, как мы говорим, тоже евангельского направления. И я говорю, хорошо, есть ли те вещи, которые, хотя мы не из одной динаминации, и у нас разное прошлое, но, говорю, у нас что одно, у нас будущее будет, единое будущее в царстве. Он говорит, нет, вы по-другому верите. Я говорю, как? Вы верите о том, что вот когда человек умирает, душа восходит, ну, к Богу восходит. Я говорю, хорошо, идем дальше. Когда будет вечный сон, и мертвая, так сказать, воскресну, да, те, которые умерли, раньше отошли в вечность. Для меня, по большому счету, пастор Василий, вот я приложу толкование к этой мысли, для меня, по большому счету, не столь важно, если я умру, буду ли я сто или двести лет где-то пока покоиться, а потом во дворюсь у Господа. Или я сразу во дворюсь у Господа. Говорю, ты знаешь, ты там был, что ты умирал, что ты там сто лет лежал. Ну, и я не умирал, что я там тысячу лет пролежал, а потом во дворился у Господа. И вот эти вещи я заметил в глазах этого, моего собеседника, что почему-то он сильно разделяет. Что все-таки я должен еще где-то полежать, моя душа где-то еще будет находиться, тело будет лежать, я буду в сонном состоянии, а через сто лет, ну, я во дворюсь у Господа. Я говорю, эти вещи не должны нас разъединять. Да, это есть такая вот сверхмудрость, которая вникает в слушание ангелов и так далее. Евангелие нужно приносить как можно быстрее и проще. И проще. Это то, о чем ты говорил. И чтобы оно было в огне Духа Святого, потому что огонь Духа Святого, он разделяет и делает черное черным, белое белым. Это не какое-то вот такое все намешано, как вода и масло, оно не смешивается. И это то, что отличает интеллект, или речь, сказанную на лекции, лекция там какой-то, это то, что отличает от слова, сказанного в силе и духе. Вот что. Вот что такое духовная вещь. Оно, когда Христос вышел на свою мессианскую деятельность, то сверхъестественно Бог проговорил, вот это мой сын. И когда Бог посылал апостолов, то говорит тоже, что было сверхъестественное подтверждение, что вот вы мои служители. Ты знаешь, я восхищаюсь проповедями, вот когда идет проповедь, сказано, есть мудрая, разумная проповедь, красивая проповедь. Я тоже такими проповедями восхищаюсь. Но я также восхищаюсь, когда вижу, что человек движется в духовных дарах, в помазании движется, когда духовные проявления, когда видно, что из уст исходит благодать и истина, то есть помазание реальное. Не надо. Я считаю, что здесь ошибка есть такая, что существует понятие, что если духовное, то оно не мудрое, что там нету теологии, богословия, что там нету логики. По пунктам все не разложено. Аргументации. Это неправда. Бог есть дух. Это уже говорит, что он есть дух. И он есть всезнающий, его имя, знание. Потому говорить, что дух, бог, духовный мир, он какой-то безграмотен, и мы тут своими мозгами можем что-то больше. Но апостол Павел говорит, «Приду и испытаю не слова возгордившиеся, но силу». Мы не игнорируем знание, но знание должно сочетаться с духом. А если оно сочетаемо одно и другое, то разве это... То это прекрасно. Это красота. Это красота. Друзья, мы встречаемся с пастором Василием, пастор Василий Пархатюк. Снова мы сделаем анонсировку о том, что такого вида служения, о чем мы говорим, будет происходить... Ну и они нечастые. Ну да, оно будет происходить в мае месяце 12-13-14. Это будет три дня Крусайда. То есть вы готовитесь конкретно, вкладываете... Это будет первая часть, где мы будем вести евангелическую часть, часа два, чуть больше. Это призыв, в смысле призыв, покаяние. Это будут большие аргументации, чтобы повержение в молитву. Просто будут люди молиться о пробуждении, то, чтобы приходило спасение. Потому что вторая часть, где будет исцеление, молитва за исцеление, освобождение от бесов, где будет сверхъестественная манифестация, это всего лишь приманка. Исцеление не главное. Мы все помнём. Особождение. Апостол Павел так и не освободился от этих... От ангела сатаны. Ангела сатаны. Но это большой герой веры. Он говорит, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что он сильно сохранен за локом на онный день. Потому, получить исцеление для больного – это большое дело. Для неверующих – это большое знамение. Но проповедь Евангелия о спасении – это больше всего. И вот то, что будет на этом крусейде, это будет проповедь Евангелия для неверующих людей. Это будет выходить, будет служить для тебя вставать на колени на большой сцене и молиться, чтобы царство Божье. Да, придёт твоё царство и да будет твоя воля. Но кто болеет и кто имеет духовную какую-то обременённость, вам лучше воспользоваться таким моментом и приехать. Вы получите исцеление. Медицина стоит дорого. Страдания вас унижают боль. Вы стаёте бременем в вашем доме. Вам лучше принять исцеление. Для кого-то это чудо или знамение, а для вас вопрос жизни и смерти. Воспользуйтесь, воспользуйтесь и приедьте. Я подтвержу твои слова, как некогда, словами Елкана, которые сказал Анне, жене своей. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Действительно, что если есть вера на то, что человек, который пересечёт порог этого зала, этого дома, в ожидании может получить исцеление. Послушайте, если даже в купальне Вефезда не все получили исцеление, но увидели исцелённого человека, которого Христос исцелил, это было привилегия для тех больных, которые остались, увидеть силу Божьей. Этот исцелённый умер, и больные умерли, но они все увидели силу Божью. Вы имеете веру в Бога спасительного, чтобы видеть силу твою, Давид говорит, и славу твою, как я видел тебя. не будьте людьми чуждыми, чтобы люди оставляли свои дома и шли на три дня пути с Христом, забывая хлеб и пресную воду, чтобы видеть силу Божью и славу Божью. Может быть, кто-то из них не исцелился, но то, что сегодня так резко видно... Как мы соскучились по этому? Как мы соскучились по этому? Это нужно, чтобы оно пришло в наши церкви, для наших детей, для молодежи, для наших детей. Не думаешь ли ты, что подрастающее наше поколение их, наверное, более будет восхищать и захватывать реальное проявление силы Божьей, чем зачастую не в обиду будут сказаны заупокойные проповедя? Знаешь, молодежь сегодня это люди компьютера, и это люди большой логики и умозаключений. И как у моей молодости, я рос, будучи ребенком, и дошел до возраста, где я увидел, что веры моих родителей мне теперь недостаточно, мне нужна моя вера, моя аргументированность. И вот доводов у меня-то и было мало, чтобы построить мою персональную веру. И я был рожден по-настоящему для Бога именно когда я увидел сверхъестественное. Меня отец взял однажды, когда я был полностью обанкротен внутри, в духе, и отец этого, может, и не знает, и не знал. И я побыл на собрании, где действовал Дух Святой. Я был на собраниях разным, но я попал в собрание, где было потрясающее присутствие Духа Святого. И подошел ко мне пророк, он не знал меня, не знает по сегодняшний день. И он мне, молодому пацану, рассказал, как прочитал мою душу. И я до этого слышал проповеду, я сам проповедовал с детства. Но тогда, когда нужно было переключиться от веры родителей на персональную веру, у меня недостаточно было доводов. И когда это случилось, я воскрес из мертвых. Потому сегодня молодежь, она ищет, чтобы молодого, делая щелчок. Это же немало случаев, что даже дети-служители отрекаются от Бога. К стыду и к сожалению. У нас в Вашингтоне целый перечень апостолей, где сыновья были-были 18, 19, 20 лет, потом заявили, я атеист. Ну так это то же самое в Сакраменте имеет место. Здесь открой периодику еженедельную на русском языке по-украински мышц. И ты прочитаешь, такие пасквили пишут против Бога, молодые пасквили против Бога. Потому что не видят силы Божьей. Не видят силы Божьей. Не будет страха Божьего, когда нет силы Божьей. Сила Божья рождает страх Божьей. И по причине того, что ум, разум и жизнь молодого человека бомбардируема со всех сторон. Ты куда сейчас держишь микрофон, информация, информация, информация. И если не дать человеку информацию о силе Божьей, остается только религия, ритуалы, которые приходят два часа в неделю. И ничего там не встретил. Вот потому этот крусед, который мы делаем, послушайте, молитесь за это событие, чтобы наши дети, наша молодежь, и мы делаем его не в церкви, мы снимаем самое большое здание города. Это будет молитва о пробуждении. Мы знаем, что мы делаем, куда мы ступили своей ногой. Пастор Василий, вот нас осталось 8 минут, смотри, возвращаюсь к мысли, что то, что ты делаешь, то, что делает служение, то, что и мы делаем, то, что ИНПАК делает круглосуточно, это же колоссальные средства. У тебя несколько сот человек, то есть там немного славян, насколько я знаю, но вы делаете, вы поднимаете финансово колоссальные проекты. Как ты учишь людей, чему учишь людей? у меня 8 человек на зарплате. В церкви? Да. Это люди не те, которые мне нужны в церкви, это люди, которые выделены от церкви для работы, для служения. И мы платим им финансы. Друзья, хочу сказать, что Малахия говорит о десятине, и это принято в церквях, пастора очень часто пользуют. Принесите в Дом Божий десятины, чтобы в Доме Божьем была пища. И мы добавляем проклятие, если не принесем. Да, если не принесем. Но в нашей церкви мы больше акцентируем на следующую мысль, которая следует за этой. Бог говорит, что я запрещу пожирающим поля ваши. И мы больше в нашей церкви перед каждым пожертвованием, у нас есть отдельная проповедь пожертвования, и мы более акцентируем на этом месте Слова Божьего о полях. Мы учим, что если христианин не будет иметь своего поля бизнес, образование, колледж, диплома, карьеру, если вы не будете быть честными, работающими, будете ленивыми, будете неответственными, то на ваше поле даже и пожирающие не придут. И там не надо будет даже никому ничего запрещать. Мы в нашей церкви учим людей. Мир бизнеса, финансов, это очень большой мир. И кто, как не церковь, прежде всего, светских, всех бизнесовых классов, церковь должна учить христиан, как вести бизнес, как работать. Если вы заберете из Библии финансы, стада, поля, все, что связано с материальным благом, Библия будет полупустая книга. Библия полна учения, что Бог благословляет труды рук, что Он дает силу, что Он дает мудрость, что Дух Святой Бог устройства. И мы учим, что христиане должны иметь достаток, чтобы другим уделять. Это очень важный момент. Не только для себя, но и другим уделять. Потому, смотри, вот наша церковь сейчас для нас маленькое, здание маленькое, нам нужно другое здание. Вот, где я возьму деньги, чтобы приобретать новую землю и строить? Если я не буду учить моих людей, большая часть, 75% нашей церкви это молодежь, это студенты. Если я сейчас не посвящу себя, чтобы учить их об этой части, то денег завтра не будет. Совершенно верно. Если людей сегодня учить, рассказывать, потому, мы имеем одну проповедь, мы имеем в пятницу бизнес-класс, где мы учим, как честно работать, что такое деньги, что такое бизнес. И все тонкости Библии проливают большой свет на этот предмет. и мы верим, что люди будут терзать идти, и они будут иметь, потому и этот крусейд, который станет нам около 100 тысяч долларов, откуда деньги? Церковь жертвует. Жил Господь, ты просто восхищаешь меня, пастор Васильевич, я восхищаю. Продолжай в том же духе. Спасибо. Продолжай в том же духе. И я тебе 90-м псалмом падут подле тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизит. И в ангелом своем заповедует тебя, понесет тебя на руках своих, да не притнешься каменно. Спасибо, принимай это. Поэтому Бог доблагослови, друзья, мы были с пастором Василием. Сейчас, кстати, через 2 минуты будет ролик. Мы завершим программу роликом, свидетельство, также с вашим служением. В сайте подобных роликов очень много. hungrygeneration.net и приезжайте на этот крусейд, вы своими глазами будете присутствовать и это будет происходить. Итак, с наступающими великими пасхальными праздниками. Господь да благослови и мы имеем полное право сказать Христос воскрес и воистину воскрес. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами на импакте, мы уйдем из эфира в молитве. Соединимся, пастор. Господи, мы благодарим Тебя за это время. Сегодня мы в согласии со служителем Твоим благословить каждого из наших зрителей во имя Иисуса. Да будет благословенный дом, да будет благословенный их семьи, да будут благословенны их дети и родители, дедушки, бабушки, да будет благословенны их служение и бизнес и их дома, да будет благословенны их здоровье также, да будут они благословенны и в доме и вне дома, и на улице, и на фривее, да будут благословенны они в жилищах своих и в домах. Во имя Иисуса небесным благословением мы благословляем каждого из вас. Будьте благословенны, помните, Иисус Христос любит вас, Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова